Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Руслан Бортник, политолог, со мной на связи прямо сейчас. Руслан, здравствуйте. Приветствую вас, Александр. Руслан, есть там прям такие основательные темы для того, чтобы поразмышлять, поговорить, обсудить будущее. Но начнем с пресс-конференции Владимира Зеленского. Почему «но»? Многие спросят. Потому что как раз о будущем мы узнали очень мало. Ну, насчет того, что будет и каким ожидается 2024 год. Президент уходил от этих ответов. Но в целом ситуация была понятна. Достаточно высокое напряжение. И ответы, которые иногда... Ну, в общем, шуток было не так много. В основном, конечно, это была напряженная атмосфера. И даже некоторые перепалки с журналистами, как, например, с журналистской «Зеркало недели». В общем, давайте начну с общего вопроса. Ваши впечатления от пресс-конференции? Можно ли это назвать итогами года? Да, это была попытка президента и его офиса провести такой антикризис. Информационный, политический антикризис. В условиях, когда рейтинги президента просаживаются. Видели, монополия на власть, публичную власть завершилась, по большому счету. Потому что есть уже заложный с альтернативным доверием общества и готовностью голосовать. Более того, и хуже всего даже Петр Порошенко начал расти. Если посмотреть последний КМИС, мы видим там с 17 до 26. Знаете мое отношение к Петру Алексеевичу. Но факт остается фактом. Еще если с заложным можно как-то бороться в системе, то с Порошенко намного сложнее будет бороться. Кроме того, накоплено огромное количество негативов. Многие негативы искусственно-технологически были созданы, чтобы президент их отработал. Например, мобилизация женщин, отношения к заложному. Все это мы обсудим более детально, как команда это все спрогнозировала. Сама пресс-конференция, знаете, напоминала мне сессию ответов на вопросы. Она не имела содержательной, стратегической составляющей. То есть президент не говорил о государственных программах. Президент не говорил о том, как будет развиваться страна дальше. Он не говорил о планах на будущее. Возможно, не все планы еще есть, а те планы, которые есть, возможно, не порадуют наше общество. Поэтому о них нельзя говорить. Президент отвечал на вопросы. Острые вопросы. Пытался парировать кризисы, пытался с кем-то поспорить. Пытался разрядить какие-то ситуации. То есть он работал в режиме комментатора. Комментатора тех политических процессов, тех событий, которые произошли в украинском обществе и происходят вокруг Украины. Это была попытка закрыть информационный год. То есть застолбить за собой, сказать последнее слово в информационном году на фоне того, что ситуация политическая меняется. Обратите внимание, что и сам президент поменялся. Он не сидел в зеленом свитере, в военном свитере. Он сидел в черном. Он не надел ни герб Украины или какие-то военные признаки. У него на сердце был флажок Украины. Сам президент пытался себя позиционировать как президент людей. Как президент Украины, а не верховный главнокомандующий. Потому что мы видели Зеленского уже в разных гипостазиях. Два последних года он был верховным главнокомандующим. Военным вождем страны. Сейчас, в силу того, наверное, что рейтинги просаживаются, снова президент и его команда решили, что важно бороться за голоса. Именно поэтому президент уже не столько в милитаре. Именно поэтому он с флагом. Ну, условно говоря, не с оружием, не с символами, не какие-то символами более милитарного характера. Именно поэтому вообще, если проанализировать содержание пресс-конференции, то оно на две трети не связано с военными вопросами. То есть президент говорит о росте ВВП, президент говорит об экспорте аграрной продукции, президент говорил об очень многих социальных вопросах. У нас, конечно, все связано с войной в стране. Но в целом он пытался говорить о вопросах, которые касаются именно социального больше характера, экономического, внутриполитического характера. Возможно, мы видели Зеленского уже в разных гипостасях. Мы видели Зеленского, президента мира, который там обещал договариваться хоть с чертом лысым, но потом отказался говорить даже с папой римским. Мы видели Зеленского в качестве военного вождя. Сейчас мы видим возвращение Зеленского как президента Украины, как главного политика Украины, как главного носителя политической легитимности и доверия страны. Возможно, это свидетельство о том, что все же электоральные процессы не так далеко, как нам кажется. Или, возможно, команда президента в следующем году сконцентрируется именно на поиске и возвращении своего избирателя в силу того, что срок полномочий президента исчерпается. И кроме вопроса легальности, законности, с которым все окей будет, потому что Конституция предусматривает работы президента и парламента после завершения их срока полномочий в условиях военного положения, возникнет еще вопрос легитимности, доверия со стороны общества. Видим, что Зеленский меняется. И помните, я вам говорил в эфирах, что этот президент, он может резко поменять курс страны. Он несколько раз уже это делал. Он, с одной стороны, это очень амбициозный и даже жесткий человек. Моментами даже жестокий. Но, с другой стороны, это человек, который очень внимательно пытается отслеживать настроение в зрительском зале. И если эти настроения уже идут против действий труппы на сцене, он меняет курс, он может менять курс. И, возможно, намеки на это изменение курса, на возвращение Зеленского как политика, мы вот и видели в этой пресс-конференции. Конечно, она связана с теми и позитивными, и негативными процессами, которые прошли в конце года. Помощь, Европейский Союз, может она иметь тоже определенные отношения к приз-конференции и Путина, поскольку нельзя было промолчать, когда враг сделал что-то яркое, публичное. Необходимо было тоже компенсировать этот информационный вакуум, политический вакуум, который возник в стране вот последние месяцы. То есть много-много причин, но очень примечательная приз-конференция. Я уже молчу о том факте, что ее давно не было. Что она впервые проходит в таком формате за период войны, наверное. Примечательно. Вы говорите острые вопросы, но их не было. Почему? Вы вспомнили журналистку, вы вспомнили «Зеркало недели». Да, мы вспомнили «Зеркало недели» и Михаила Ткача. А когда их было больше? Смотрите, это были два вопроса, которые были упакованы в какой-то негативный эмоциональный фон, но ничего не прозвучало. Спасибо большое, что журналистка «Зеркало недели» начала как-то, скажем так. У нее был объемный вопрос из трех частей. Но по большому-то счету никакого, даже малейшего, разве что укола, это можно считать двумя уколами, но вопросов больше. Александр, я не собираюсь никого оправдывать. Какой вопрос вы бы поставили бы? Острый вы считаете? Нет, ну смотрите, тут же как бы множество есть аспектов. Нет, конечно, эта пресс-конференция срежиссирована. От начала до конца. И в самом начале сбились со флагом, который там поставили флаг Украины, а должны были поставить флаг Европейского Союза. Но как-то вот что-то пошло не так. Обратите внимание, что президент начал с мобилизации и закончил залужным. Начал с залужным и закончил залужным. То есть она срежиссирована все. Мы понимаем, что, например, такие издания, как «Цензор», например, не пустили. Ну, Бутусова. Понятно, что Бутусов мог ставить очень неприятные военные вопросы. В части. Что можно было... Давайте с вами поиграемся. Что можно было спросить у президента? Ну, фронт. Фронт, хорошо. Какие наши потери? Когда обнародуют данные? Конечно, какие потери? Какая ситуация на фронте? Когда мы победим? Стратегия. Кто принимает решение на ставке? Кто утверждал наступление, которое провалилось? Время войны расскажет о стратегии. Что мы еще могли сказать? Ну, подождите. Постфакту можно рассказать? Об этом куча публикаций. Постфакту можно сказать, что мы провалили контрнаступление из-за того, что многие политики раскрыли его планы. Несмотря на то, что вся команда власти кричала о контрнаступлении за три месяца до его начала со всех трибун. Постфакту можно себе выстрелить в ногу и сказать, что извините, это не наша нога. Постфакту можно много чего сделать, конечно. Она срежиссирована, как такого рода мероприятие. Но на самом деле острых вопросов, которые можно поставить, не так и много. Есть еще вопросы по коррупции, которые можно ставить по отдельным, конкретным лицам. Почему их не наказали? Начиная, не знаю, от Резникова, заканчивая еще кем-то. Можно ставить вопросы о переговорах с западными партнерами. А почему вы полетели? Я все-таки, условно говоря, Конгресс не проголосовал. Какие их аргументации? Какие претензии к вам? Можно ставить вопросы о потерях. Можно ставить вопросы о том, когда закончится война. Но вам скажут, что она закончится завтра, послезавтра. И закончится обязательно наша победа и получите тупой ответ. Очень примитивный ответ. А на самом деле острых вопросов, которые можно было бы реально поставить, и уйти с пресс-конференции не с оторванной головой. Как бы их не очень много. Руслан, и все-таки из того, что мы услышали. Я очень хочу, чтобы вы прокомментировали эту историю с 400-500 тысяч мобилизованными, которые опросят военные, а президент вдумает и говорит, покажите мне план. Этот план, это ведь тот же самый план, который две недели назад, или уже, наверное, три, да, скоро будет, он о нем говорил. И говорит, вот через неделю мне у Меров и Залужной подадут бумаги, я буду изучать. До сих пор ничего не подали. И мы имеем... этот план, который требовала какая-то там Марьяна, по словам президента, у Залужного, иначе требовала его уволить, напомню. И вообще сложилось впечатление, что президент читает Марьяну очень внимательно, и так очень позитивно, по-отчески относится к нему, не собирается увольнять членов своей команды, помните, вот это прозвучало, это тоже ответ на этот вопрос. Всех-всех по большому счету закрыл своим большим политическим телом. Всю свою команду. Смотрите, это технологический прием. Это технологический прием Залужный звучал трижды. Пресс-конференции, четко технологически. Вначале, когда был вопрос мобилизации, внутри, когда президент сказал, что мы ждем от военных предложений по ведению боевых действий, по войне, и по мобилизации, и в конце, когда он вспомнил какого-то Валерия, который ругается с какой-то Марьяной, более того, с намеком на всякие селфи, которые этот Валерий, возможно, делает. Отработали Залужных. Еще один был момент отработки, но это так, для, как говорится, для умных, да? Умных, да. Я понимаю, что... Он сказал, что у него личное только со своей женой, и сетуя, вскользь пробросил очень важная на самом деле информация, за которую, ну, там журналисты ни за что не цеплялись, они вот заготовили себе какие-то, да, вот эти вопросы. Когда он говорит, 26 тысяч дронов не доехали до передовой. Руслан, это провал, логистический провал, в котором расписался Зеленский, сказал, что на ставке было очень громко, а вы говорите личное. Это очень важный аспект, очень важная толькость. Вопрос, мне возник, тогда вопрос по этим дронам, я думаю, что вы другой момент вспомните, но там еще было интересный. Но 26 тысяч дронов, это имеет в виду дроны, которые заехали на территорию Украины, а потом проданы были через магазины сочувствующим людям и волонтерам, которые за свои деньги купили дроны, которые были поставлены в Украину, для того, чтобы поставить их все-таки войска. Они же не лежат на складах, они никому не нужны лежать на складах, понимаете? Они просто ушли в коммерческую сеть. Хочу еще по этой мобилизации, это очень важно, это критически важно, чтобы вы понимали, что происходит. Военный возложил, президент возложил на военных ответственность за возможную новую волну мобилизации, непопулярную. Эта ответственность в теории должна прибивать авторитет и доверие к военным в обществе и доверие к главному военному залужному. Потому что, оказывается, залужный, там, условно говоря, людоед, который требует мобилизацию в 400-500 тысяч человек. Правда, а президент, наоборот, он как бы говорит, ну, обоснуйте как бы эту мобилизацию, денег на нее как бы особо нет. Поэтому давайте, я не против в принципе мобилизации, как президент может быть против мобилизации, правда же? Но вот обоснования не хватает и денег для нее нет. При том, что предыдущую волну мобилизацию, тех же самых 500 тысяч человек, а приблизительно столько в Украине даже больше, мобилизовали в 2022 году, в 2022-2023 году. Никто там не обсуждал, никто не требовал под парламентом и правительством принять новое законодательство, рассмотреть, проанализировать эти вопросы. просто людей мобилизовали, пообещали им 100 тысяч гривен боевых, пообещали им страховку 15 миллионов гривен, если человек погибнет, пообещали им выплаты в случае ранений и людей мобилизовали. Никто не обсуждал, а сейчас этот вопрос обсуждается. А сейчас оказываются военные вот такие, они требуют чего-то, чего, что президент не поддерживает. Другой вопрос мобилизации женщин, еще более технологичный. Сначала угрозу мобилизации женщин создает кто в информационном пространстве? Марьяна Безуглая, народный депутат от слуги народа. Или, скорее всего, это та Марьяна, которую президент тоже читает в Фейсбуке. А потом президент, такой рыцарь на белом коне, говорит, нет никакой мобилизации женщин. Сами придумали проблему, сами решили. А параллельно фоном за кулисами говорит, но все-таки возраст мобилизации придется понизить. С 27 до 25 лет. Очень технологично. Но мы все понимаем, для чего это делается. Прекрасно. Может быть, стоило бы просто честнее поговорить с обществом. Объясниться им. Вместо того, чтобы идти на эти технологические трюки. Хорошо, еще один аспект. Потому что это чистая технология. Задачей было опустить военных и прикрыть понижение мобилизационного возраста для мужчин. Это история с женщинами. Хотя, хочу подчеркнуть, что эта история не завершилась. Если война будет продолжаться, к мобилизации женщин рано или поздно придут обязательно. Потому что мужчины банально заканчиваются. Не просто заканчиваются. Еще один аспект. У военных требует с одной стороны обосновать мобилизацию, а с другой стороны продолжать наступать. Продолжать вести активные боевые действия. Как можно вести активные боевые действия против российской армии, численность которая постоянно возрастает. Видели коллеги Минобороны российскую, обсудили. На вашем канале обсуждали этот вопрос. И будет возрастать. Вот как можно вести наступательные действия, не не увеличивая численность своей армии не компенсируя потери этой армии поэтому залужный говорит я хочу чтобы было так как раньше он говорит о том что он хочет чтобы была мобилизация такого же самого объема которая была тысячи двадцатом году а политики нет нет это не популярное решение это бьет по рейтингам как бы общество очень негативно к этому относится мы не будем но вы военные наступайте как понимаете какой создается растяжку потом окажется сейчас офис президента или не офис президента могу ошибаться до политические круги близкие к власти запускают тему что оказывается наши у нас генералы извините плохие они про все про фукали они все плохо посчитали они плохо провели кампанию а политики сделали все западные партнеры сделали все генералов надо менять на кого на другие генералов на что мало генералов при желании сегодня лейтенант завтра генерал главное что был правильным взглядом в политических и понимаете какие дилеммы создаются в этой части и в конечном итоге более того как этот комментарий по по фейсбуку по всему которым завершал президент свое выступление начал с мобилизации 44 400 500 тысяч и завершал фейсбука марьяной валерий валерий он фактически поддержал такое было впечатление поддержал вот вот этот дискурс в отношении заложного люди там все пишут развлекаются селфица пускай себе занимаются и после этого представители команды власти да и сам президент пресс-конференции говорит я не буду поддерживать тему конфликте заложным и не буду развивать эту тему ее нет это делают враги то враг может надо было посмотреть налево-направо в первый ряд ну во второй иногда как бы ну если говорить об этом диалоге вот это знаете закулисная схватка бульдога с носорогом скажем в америке как слон слон со слон да а у нас бульдоги бульдоги с носорогами она продолжается к сожалению и президент для того что вместо того чтобы прекратить ее сесть за лужным закрыться где-то в бункере на сутки глубоко под землей с ящиком прекрасного закарпатского вина такая история чтобы чтобы президент продолжает перекладывать ответственность на военных там нельзя там прослушка руслан так не обязательно говорить можно переписываться да можно переписываться да пристукиваться можно просто друг другу смотреть в глаза и пить прекрасно закарпатского ну смотрите то есть они наступит понимание поэтому очень такая технологическая конференция и президента команда президента решила что голоса снова важны они не были важны голоса украинцам с начала войны сейчас они снова важны и команда президента и сам президент борется за эти голоса конечно выступал выступал зеленский как всегда очень хорошо он остается по хорошим он уставшим выглядел но хороший спикер уставший немножечко раздраженный но выставил пытался выглядеть уверенно выступал хорошо с точки зрения вот именно исполнения не думаешь это пресс-конференция что-то переломает в корне но и не думаю что она пошла в минус ему то есть она оставила всех при своих большому счету при своем мнении мы узнали от президента что страной руководит 5-6 человек интересный такой достаточно посыл и очень часто он упоминал формулировка моя команда я где-то уже это слышал но политической политическом прошлом я и моя команда молодая старая там была молодая и старая да что скажете почему так себя ведет президент он пытался выглядеть выступать с позиции силы говорить что я лидер страны все остальные должны слушаться я могу ответить на ваши вопросы но если вы будете переходить грань лучше помолчите лучше лучше закройте ров я лидер страны мы управляем этой страной послушайте меня вот с такой точки зрения молодая старая команда это еще мем периода десняк черновец кого и януковича там тоже была молодая старая команда борьба между которыми в конечном итоге и определила в значительной мере побег януковича из украины и события 2014 года на там было еще много интересно перед президенте складе не тряпка помним это я не лох не 42 года мне кажется что президенту вообще не смогу бы и так понятно что президенту не надо оправдываться и не тоже оправдываться президента не надо даже опускаться на такие уровни диалога и так понятно что президент страны его или президент украины он не тряпка и не лох попытка эмоционально поддеть украину украинцы общественное мнение вызвать не будет еще эмоциональную реакцию мне кажется иногда приводит к очень такому слишком сильному упрощению дискурса и и созданию новых мемов это вот эта часть которая по я не тряпка она меня беспокоит психологической точки зрения я не буду продолжать это мнение но представьте себе что я сейчас в эфире или вы в эфире сейчас начали бы рассказывать что вы не тряпка илья был начал бы рассказывать что я не лох как это выглядит со стороны вот я это я обращаюсь к спикером президента к серии райтером президента это была заготовка посмотрите как она выглядит со стороны выглядит не хорошо и так понятно что президент украины не лох и не тряпка ему не надо об этом говорить президент большого государства которое имеет критическое влияние сегодня многие глобальные процессы руслан важный момент который хотелось понять но если у нас это все называется итоговая пресс-конференция года если это ну действительно такой совершение до политическая точка или восклицательный знак или троеточие в общем президент на себя берет эту функцию это вот почти как расширенное обращение перед новым годом ну наверное в новый год новогодние обращения мы увидим опять красивое видео там но в общем сделают красиво да как привыкли уже в девяносто пятом квартале но это здесь вот для того чтобы проанализировать осознать зацепка на будущее это видение мирных переговоров и мира президента зеленского очень сложный момент и я вот действительно пытался понять президента когда тоже смотрел этот эпизод пересматривал его серьезно то есть это единственный эпизод который я прям пересматривал то есть и логика достижения переговоров и мира вот мы собрались в джиде потом в мальте потом в швейцарии потом только будет нарабатываться некий документ многие страны войдут собственно в этот переговорный процесс по формуле мира зеленского напишут этот документ и вот россия возьмут тогда его может взять россия или принять или отвергнуть и вот уже исходя из него когда все страны включатся и ощетиниться ну как отвернуться задом к россии а передом к украине вот тогда что-то может быть но такая странная логика война жестокая война продолжается а у нас это все настолько растянута эта резина и вот именно как бы карта дорожная карта вот этих переговоров как оцениваете знаете почему так сложно описано все это потому что нет никакой уверенности что это будет когда-либо реализовано вот если ты знаешь и есть четкий план есть уверенность статья все просто ты можешь просто сказать что дальше будет как дальше будешь действовать история с десяти шагами президента зеленского эта история о формировании политической про украинской коалиции на международной арене задача этого документа не создать какое-то поле для мира потому что он бескомпромиссный он требует от россии этот документ капитуляции полный с уходом с украинских территорий с наказанием своих военных преступников с выплатой к выплатам контрибуции всего остального я это повторяю чтобы напоминать нашим зрителям несмотря на то что многие из вас это знают задача этого документа другого сформировать международную политическую коалицию вокруг украины который будет стоять на этой платформе требования капитуляции со стороны россии вот это документ не а договоренностях с россией это документ украинской платформе международной украинской платформе потому что документ другого документа сейчас такого есть еще резолюции оон но другого такого документа формального юридического документа на котором с политической точки зрения объединялись бы союзники украины сегодня этот подход может не реализован только случае военного поражения россии или случае если от россии отвернутся все ее ключевые союзники нейтральные страны там китай и турции индии многие другие в ином случае этот документ не имеет шанса на реализацию любовь большому счету президента что он говорил о войне дальше он подтвердил за тезисы что мы продолжим воевать мы продолжим воевать на какие-то переговоры ближайшее время мы не пойдем убрал такую еще какой-то элемент интриги в отношении того что может быть там что-то о чем-то договорятся но все это звучало неуверенно никто сегодня и в том числе мигается президент не имеет четкой картины будущего потому что она слишком зависимо от действий многих игроков поэтому сегодня это заявленная позиция для поддержания политического баланса современного современной украине для сохранения этого союза политической власти и пассионарной части украинского общества на чем держится украинское государство и все но будущего никто не знает видим что западные партнеры фактически требуют и настаивают на переходе стратегической обороны экономии ресурсов видим что помощи будет следующем году меньше все же все находятся в ожиданиях трампа в том числе и президент украины уже пытается выстраивать отношения с трампом несмотря на то что у трампа проблемы не не решаемые но проблемы мы говорим о колорадо конечно да суд запретил ему выдвигаться баллотироваться на выборах но это как бы решение будет оспорено 4 января по моему да потому что трамп выиграет апелляцию в суде высшего федерального уровня но мы же не знаем сколько будет зимой весной летом подобных решений повторяться повторяться эта история это будет такие жернова трампа через которые ему придется пройти если он захочет баллотироваться в президенты хотя ничего исключить нельзя шанс на то что трампу запретят баллотироваться хотя бы в некоторых штатах и он не сможет отстоять это отношение эту ситуацию он достаточно высок но тогда америка действительно станет перед порогом разделения четко на республиканские демократические штаты в одних свой лидер других свой лидер буду очень жесткая ситуация уже сейчас республиканцы говорят что украсть у них победу они больше никому не позволят очень жесткой ситуации на самом деле любом любое развитие этой ситуации приход трампа для нас даже менее болезненный нежели обострение внутриполитических противоречий внутри сша потому что эта ситуация в колорадо негативно влияет на переговоры между республиканцами и демократами в конгрессе их таких ситуация сегодня вот там я читал некоторые посты наших политиков но просто откровенные идиоты вам скажу ну просто они говорят классно трамп не придет во-первых если трамп придет это ему покажет что вы это пишете для того чтобы испортить отношения между нашими странами а во вторых то что трампа блокирует через колорадо как вы думаете станет ли это аргументом дополнительным для республиканского меньшинства в сенате и большинства палате представителей для того чтобы торпедировать любые попытки байда что-либо принимать через конгресс после отпуска то есть после паузы обратили внимание что это день в день прозвучало вот это заявление сената совместное заявление ли лидера большинства лидера меньшинства о том что уже там в январе о переносе рассмотрение этого вопроса поэтому поэтому это для нас это не для нас самый большой негатив это внутренняя дестабилизация сша тогда нами нами точно никто заниматься не будет с трампом можно вести диалог трамп сдаваться россии сдавать что-либо россии без каких-то компенсаторных механизмов без договоренности точно не будет не тот человек даже с учетом того что у него другая внешняя политика ну давайте вернемся все таки к моменту договариваться не договариваться то есть мы от зеленского слышим украинская власть я хочу сказать наша власть она не уверена придется договариваться ли не придется именно поэтому старые тезисы которые она объявляет они звучат очень так бледно сегодня без особой эмоции без детализации нет того накала уже знаете как раньше все прекрасно понимают что может сложиться такая ситуация что придется договариваться но путин же не просто так на коллегии минобороны применил этот глагол сша украина там хотят договариваться пусть договариваются но как бы на наших условиях ну понимаете россия тоже пытается показать что находится сейчас позиции силы что мы перехватили военную инициативу что мир теперь наступит только тогда когда мы достигнем всех своих целей мир только на наших условиях пытаются разыграть эту карту нестабильности и информационного перелома который случился в западных обществах с переоценкой перспектив украинской армии перспектив войны но об этом мы постоянно много с вами говорили в детали не будем входить но этот перелом случился и сегодня уже публикации в отношении того что украина безусловно победит в войне на западе практически нет их очень мало или они обсуждаются только очень узкими кругами на очень таких пассионарных платформах раньше было наоборот я вам скажу что июнь и ещё этого года главный массив даже даже с сентября того года главный массив публикации на западе не было то что украина победит она побеждает она победит тогда когда в нашему обществу часто скармливали только знаете зраду условно говоря критические публикации но они были явно в меньшинстве на западе сейчас они явном большинстве на западе более того обратите внимание на типа на заявление посла США в Украине энергетика порты, то есть переходите на самообеспечение и обороняйтесь там ни территориальной целостности, ни освобождения оккупированных территорий не прозвучало. Обратите внимание на публикацию британских медиа о новом пакте военной помощи там тоже порты там тоже противокорабельные ракеты, то есть море ну и все остальное там вы не видите сейчас заявление о том, что нам будет предоставлена наступательная авиация, нам будут предоставлены новые объемы артиллерии нам будут предоставлены новые и большие объемы бронетехники все то, что нужно для новых контрнаступлений сейчас у нас дискурса политического вообще пропало нам дают поддерживающие пакеты для обороны и нам говорят слушайте, ну дальше вам придется ну хотя бы одной рукой, но грести самостоятельно ищите внутренние ресурсы сокращайте издержки ищите внутренние ресурсы мы вам попробуем помочь с экспортом продавайте, что можете но дальше вам хотя бы хотя бы за завтрак придется платить самостоятельно а за обед мы уже как-то подумаем может быть в складчине Руслан, ну у нас же в бюджете дыры катастрофические и я понимаю почему президент это был, кстати, один из немногих моментов чуть ли не единственный когда он взял президент сказал что ВВП вырос на 5% да, он взял в руки бумаги да, и начал перечислять какие страны сколько миллиардов миллионов сотен миллионов нам дают и передают я понимаю что это такая должна быть успокоительная некая таблетка да для украинцев для украинской экономики ну тут тоже понимаете какая-то странная история вроде как ну деньги есть все хорошо не переживайте только министр экономики выходит говорит хватит покупать айфоны они обвалят экономику Украины вместе с дорогими иномарками сократите на треть ну в 2-3 раза да, прошу прощения да, и тут тетя Валя где-нибудь в Жмеринке мою любимую или дядя Коля где-нибудь не знаю Мукачев и думает блин когда я последний раз покупал айфон о я его никогда не покупал нет тут есть политическая составляющая экономическая составляющая министр мне кажется очень неудачно высказался он говорит о том что ухудшается платежный баланс страны импорт продолжает расти а экспорт продолжает падать из-за этого в прошлом месяце в бюджете в платежном балансе страны пробита дыра у более чем 2 миллиарда долларов которые Национальному банку пришлось компенсировать из своих резервов иначе гривня сильно упала бы понимаете вот так надо это говорить вот так это говорит министр говорит что надо уменьшить рост импорта но главные статьи роста импорта это не айфоны и даже не бентли я уже молчу когда средний класс украины покупал бентли сколько их покупает со стороны и кто их покупает только на коррупции у кого-то сумасшедшие можно заработать на бентли в стране даже самый крупный в украине честный бизнес не заработает на бентли наверное сейчас в нынешних условиях я молчу айфоны даже айфоны кто сегодня покупает то есть это должен быть upper middle class то есть выше среднего класса средний класс украинский средний класс в нынешних условиях не может себе позволить айфон он ему недоступен ну окей то есть это речь или вещи около или даже элитарно если мы говорим о бентли за счет чего растет экспорт импорт в украину за счет того что остановилась наша экономика за то что она перестает производить что угодно она не производит вещей товар даже продукты питания вы зайдите сейчас в наши магазины в любой не будем набинать бренды посмотрите полки заложены польскими продуктами не знаю там болгарскими продуктами немецкими продуктами даже голландскими продуктами даже в рядовых магазинах придомовых из-за того что мы что экономика деградирует мы все больше и больше потребляем импортных товаров но это вопрос к министрам наверное экономики почему у нас деградирует даже производство продуктов питания внутри страны в аграрной той стране Поэтому не с айфона надо начинать, а с открытия, переоткрытия, перезапуска, перезапуска производства. Тогда мы будем экспортировать что-то, а не жить на чужом. Ну и с политической точки зрения, конечно, это штанга. Я объяснил, потому что я думаю, что все покрутили у виска. Помните, у нас был такой министр социальной политики, он был неплохим министром, на самом деле, Рева, который говорил, что украинцы много едят. Ну он просто высказался, да. Ну, потом это объяснялось, пыталось как-то... Ну, сказал, как сказал, да. Иногда надо лучше такие вещи, вот такие тезисы, которые заходят на широкие массы, написать, почитать их, положить под подушку, утром проснуться, еще раз прочитать, и тогда, возможно, объявить эти тезисы. Ну, это очень неудачный не с социально-политической точки зрения комментарий. Руслан... Знаете, я вам скажу еще последнее. Если вы... Логика в ограничении потребления товаров иностранных, люксового типа, она есть, конечно. Но так введите на них дополнительный налог. Введите для автомобилей стоимостью, условно говоря, там больше 20 тысяч долларов, еще 30-ти процентную военную наценку. Введите для айфона, еще военную наценку. И соберите деньги в бюджет. Ну, так вы не рискнете бороться с западными производителями и с их лобби. А будете говорить, что вы много едите или там, вы много покупаете айфонов, смешить наше общество, которое сегодня отрывает последнюю копейку, чтобы помочь армии или просто выжить. Давайте все-таки, как бы, ну, подведем итог нашим разговорам о пресс-конференции Зеленского. Вот каким образом. Один солдат, шесть работающих, ну, налогоплательщиков. Пятьсот тысяч просят военные, мне нужно найти пятьсот миллиардов гривен. Делим пятьсот миллиардов на пятьсот тысяч, получаем, сколько стоит один солдат. Получаем такую оценку. У меня вопрос. Исходя из того, что, ну, понятно, что эту стоимость одного солдата можно еще разбить на пропорцию сколько денег наших, сколько не наших в стране целом. Хоть это не так, мы же вроде там, мы же платим зарплату военному, это мы его обеспечиваем. Хотя не совсем, ну, тем не менее. Удастся пятьсот тысяч забрать? Просто тут пошла дискуссия, это, ну, скажем так, кидайте Друзенко, да, там, вот этот МедПДМШ. Да, да, госпиталь имени Пирягова част, ну, он не част, он гражданский вообще, он не государственный, скажем так, он не частный, но не государственный. Ну, в общем, да, вот, скажем так, да, вот он там комментирует, что, ребята, мы не какая-нибудь там маленькая Грузия или маленькая какая-то страна, нам это по силам, что тут такое рассказывает президент, пятьсот тысяч, легко. Мы можем обуть, одеть, прокормить и поставить в ВСУ, то есть это обеспечить. Что думаете вы? Вот, исходя из того, что это не делается, а об этом говорится, ну, мобилизация будет? Вообще вот такая, которая заявлена на пресс-конференции. А ее что, нет? А что мы видим на улицах наших городов и сел? Нет, а вот смотрите, если мы заходим в эту дискуссию, то давайте зайдем. А какой коэффициент полезного действия от вот этой мобилизации? Ну, вот объективно. Вот было же видео, там, начали приставать, там, да, ну, поприставали, а как бы отстали, люди не пошли. То есть, понятно, что там кого-то сила и кого-то там насильно, кого-то, но люди, ну, такой человек не будет воевать, которого... Смотрите, я, например, знаю по одному малому населенному пунду, там регулярно приезжают и берут прямо из дома. Ну, простых сельских, сельских мужиков. Там некому снимать на айфоны, там некому, скажем так, нанять адвоката, юриста, или просто там не подходят люди, чтобы покричать на военных. Там не сопротивляются, там идут в армию. Бывает странно, знаю одного человека, ну, заочно знаю, которого уже трижды, трижды мобилизировали и трижды комиссовали обратно. Человек ценной военной специальности по документам прекрасный кадр для армии, но по факту выпивающий, если горца. Он попадает на курсы молодого бойца, откуда его сразу списывают. Ну, вот такие вот ситуации случаются в нашем обществе. Люди же разные. Особенно, когда мы говорим о людях там под 50, 50 лет мужчина где-нибудь там в Виталии, в Испании или в Франции, это человек в расцвете сил. 50 лет мужчина в Украине, особенно если мы говорим о простых людях, людей, которые работают на земле или в производствах, это очень измотанный, уставший, с очень плохим здоровьем человек. Преимущественно, в среднем. Это тоже надо, как бы, надо поднимать это факт. Это человек, человек, которого могут быть независимостей разного рода уже к тому времени, хронические заболевания. Таково качество нашей социальной системы. Президент почему сказал о деньгах? Потому что президент не мог выступить напрямую против мобилизации. Верховный командующий против мобилизации после того, как эта мобилизация два года проводится практически, нереально. Но ему необходимо было показать, что он не поддерживает новую волну мобилизации, которую требуют генералы или генерал. Поэтому эти пятьсот миллиардов, при том, что у нас бюджет, напомню, три триллиона гривны, расходная часть бюджета. То есть это пятьсот миллиардов, ну, сколько это получается? Это, ну... Плюс одна шестая, да. Одна шестая. Одна шестая государственного бюджета. То есть это не скажу, что там фантастические деньги. Поэтому президент сказал, что нет денег. Кроме того, нет денег, может быть, это обращение к западным партнерам. Дайте денег. Пятьсот миллиардов с точки зрения западного финансирования, но пускай это будет вам, там, не знаю, 12 миллиардов евро. Это не... Это как раз те деньги, которые запланированы в государственном бюджете, ровно где-то суммы. И это интересно. В виде помощи от Европейского Союза на следующий год. Нас там 40 миллиардов, 41 практически, 37 это внешнее, 4 внутренние мы собираемся взять в долг. Из них 12 это Европейский Союз. США 8, насколько я помню. Эту цифру. Поэтому мне кажется, что деньги тут звучали как просто повод для того, чтобы сказать нет непопулярной в обществе мобилизации и возвыситься в глазах избирателя, сказать, что я гражданский лидер, я отстаиваю ваши интересы, ваши права, я президент Украины. А вот военные хотят больше. Военные хотят вас всех забрать на фронт. Ну да, миллион гривен, кстати, оценка в миллион гривен один солдат в год, который проистекает из этого, она похожа на то, что она может быть близкой к истине. Мы же говорим не о зарплате, мы говорим о содержании. Понятно, что боевые 100 тысяч гривен в месяц получают только, там, не знаю, 200 тысяч, может быть, человек. Может быть, меньше даже сейчас. Скорее всего, меньше. Сейчас. И только в тот момент, когда они находятся на нулевой линии фронта, все остальные получают меньше. Все остальные получают там 50-60 тысяч военнослужащих. Но плюс обеспечение, плюс, наверное, какие-то вооружения, вот, действительно, солдат может набегать, цена солдата может набегать миллион гривен в год. Кстати, если уже есть такая оценка, то, может быть, пойти дальше. Может позволить украинцам, которые могут заплатить за профессионального солдата, заплатить за профессионального солдата, иметь возможность путешествовать, выезжать. Давайте, миллион гривен, сколько у нас это выходит, приблизительно 25 тысяч евро, да? Ну, 30 долларов, если так образно. Да, 30 долларов, да. Может быть, предложить просто тем украинцам, которые не хотят, не могут служить. У них есть очень развитый бизнес. Заплатить 50 за два года или за двух солдат. Но, обратите внимание, что сама логика оценки солдат и войны в деньгах тоже это определенный такой перелом сознания, который происходит. Раньше нам не считали эти деньги. Помните, когда началась война, обещали золотые горы действительно нашим солдатам, нашим защитникам. Потом это оказались медные кучки, но сейчас считают деньги. Да, начали считать деньги. Ну, такой получился, если так в общей рамке, то можно назвать? Еще хочу добавить по поводу мы сегодня поднимали мир, война. Позицию России тоже не стоит переоценивать в этой ситуации. Если сложится возможность для компромиссного мира, я думаю, что Россия тоже пойдет на компромисс, откажется от части своих требований. Ну, ситуация не лучшая в этой стране. Выборы тоже на носу. Необходимо стабилизировать ситуацию в экономике. Необходимо думать о следующем, следующих годах, о 2025-06, когда эта тяжесть санкций продолжит работать. Поэтому вот эти заявления, которые звучат, что вот мы против мира, они на наших условиях, тоже надо воспринимать их как ультимативную высокую позицию. Если сложатся условия для реального мира, то я думаю, что Россия пойдет на значительные компромиссы. Вы заметили, что Зеленский ни разу не сказал слово Путин? Ну, не сказал. Этот человек, это люди, это вся людина, да? То есть, он мог себе совсем недавно еще позволить в эфире американского телеканала материть Путина, а сейчас даже не называет его фамилию. Почему? Ну, может, пытался не пиарить, знаете, такой прием Аля Навальный у Путина. Осторожнее. Высказывания, стали более осторожными, потому что никто не знает, как будут развиваться события в следующем году. И никто не хочет оказаться в ситуации, когда придется идти какие-то неприятные вещи, и это может потянуть в себе потерю политического лица, если ты слишком много продолжаешь наговаривать. Все начали вести себя немножечко осторожно. планы, скажем так, отрезать Украину от Черного моря или вот захватить Харьков, как пишет нам Бильд. Эти планы, которые вот сейчас, ну, конец года, да, все смотрят в год. Бильд очень реалистичен. Все смотрят в следующий год, и они пытаются проанализировать. С точки зрения того, что происходит на местах, у нас практически нет реальной картины. У нас выходит Тарнамский, говорит, нет снарядов, придется сворачивать на некоторых направлениях то, что мы делали до этого. Мы увидим, что Херсон подвергся самому массированному за последнее время обстрелу. Херсон. То есть, и попадание есть в энергоинфраструктуру, да, то есть, ну, какой-то объект. То есть, мы понимаем, что ситуация, ну, как бы такая, достаточно наколена. Как вам кажется, вот эти планы, вот эти все моменты, что там рисуют нам в разных картах, в разных изданиях. Ну, они же лежат на столе, о них же знают президенты, и получается, что резко изменить какую-то позицию, там, воевать дальше и не договариваться, может только, ну, какое-то территориальное изменение в одну или в другую сторону. Смотрите, Александр, территориальное изменение вообще не играет ключевой роли в этой войне. Интересная мысль. они не играют ключевой роли в этой войне. Захват Бахмута или Абдиевки, не знаю, освобождение Такмака, оно что, что-то поменяло бы? Освобождение Херсона или захват Херсона, что-то поменял? Смотрите, современные страны вообще, когда-то об этом отдельно надо поговорить, современные страны вообще напоминают пятна. То есть, это не четко вырезанные фигуры, это пятна влияния. И у кого-то страна может быть вот такая, а пятно вот такое, а у кого-то страна вот такая, а пятно вот такое, наоборот, понимаете, влияние своего. пока Украина существует как государство в своем нынешнем формате, причем неважно в каких по большому счету границах фактического контроля, пока она выполняет функцию сдерживания России, и Россия не достигла своих геополитических целей, ничего не поменялось с точки зрения России и Запада. Изменения территориального характера это важные изменения для нас, для украинцев, для граждан этой страны, только для нас они важны. С точки зрения геополитики и хода общей войны, они имеют минимальный характер. Ситуацию может изменить только разгром армий, большие прорывы и большие котлы окружения, ситуацию может изменить техногенные катастрофы и применение ядерного оружия, ситуацию может изменить только полная капитуляция одной из сторон. Вот тогда этот баланс меняется, потому что оказывается, что вот это пятно, оно уже не пятно, оно уже часть другого пятна. Понимаете? И поэтому мне больно об этом говорить, честно больно говорить, но солдаты тоже сражаются, надо понимать, они сражаются за конкретную посадку, за конкретный окоп, на самом деле они сражаются за право существования своего пятна, своей страны, своей зоны влияния, а конкретная посадка окоп не принципиальна, с точки зрения геополитики, геополитических процессов. Поэтому, я думаю, Билль нарисовал очень реалистичный план, но я не буду читать лекции по истории, сколько раз полководцы в человеческой истории рисовали планы и сколько раз эти планы были не реализованы. Практически в один в один 99% военных планов не реализуются. Потом всегда приходится переделывать кардинально эти планы. Но вот такая амбиция России с целью занять левобережную Украину в целом и потом попытаться занять Юг Украины в целом с точки зрения ближайших трех лет она может иметь место. Почему стоит именно Запорожье и Днепропетровск или Днепр в этих планах? Потому что без них занять Юг Украины невозможно. Все предыдущие операции Первой и Второй мировой войны они предусматривали занятие Юга в наступлении Шост-Востока через Запорожье не через Крынки и через Новую Каховку а через Запорожье ударом через то направление и тогда уже на Юг. Вот почему это все равно как север Луганщины ключ к Донбассу с точки зрения военной тактики. Также и Запорожье Днепр это ключ к Югу Украины. В России есть такая амбиция но на сегодня нет ресурсов. На сегодня нет ресурсов для того чтобы существовать полноценные планы и состязание экономик и ситуация с помощью наших западных партнеров предопределит реалистичность или нереалистичность возможных таких российских планов. Кроме того этот план совпадает с тезисами Путина на пресс-конференции о пророссийских регионах и Одессе Бильд очень мне кажется реалистично написали. Хотя я вы знаете в целом не могу исключить что в определенный момент если Россия создаст достаточное количество регионных войск то она их не бросит на Харьков она их снова отправит на Киев это тоже может быть перелом битва за Киев может быть переломной в войне это уже раз случилось первая проигранная битва за Киев и не пишите мне о добровольных отводах если бы Россия могла бы захватить Киев она бы его взяла российские войска ушли из-под Киева потому что они не смогли его взять подождите какими силами они его брали тут ключевой момент это то что не удалось захватить Гастомель вот если бы удалось взять Гастомель удалось захватить Гастомель и чтобы туда могли приземляться транспортники вот тогда вот тогда подождите подорвана полоса и как бы не дали возможности осуществлять воздушный мост вот этот понимаете сколько Россия времени контролировала Гастомель воздушный мост и взлетная полоса вот ключевой аэродром нет это часть российского понимания но она не выдерживает критики почему потому что Гастомель россияне взяли раз они его контролировали больше месяца даже если полоса подорвана за месяц его можно отремонтировать ну это когда ты контролируешь полностью они не взяли Гастомель вовремя они взяли Гастомель уже тогда они взяли Гастомель оккупировали Гастомель они взяли Гастомель тогда уже когда Украина выстроила линии обороны вокруг Киева они не успели его взять быстро для того чтобы быстро перебросить войска на Киев они взяли Гастомель смотрите то что они недостаточными силами но это их про расчеты, но они шли на Киев. Поэтому не пишите, говорю мне о том, что отвод добровольный, отвод этот случился потому, что не достигнула целью, но Россия может пойти снова. Россия может пойти снова. Тут же точно так же можно, скажем так, продолжить. Вот вы говорите просто, я хочу подчеркнуть, Руслан говорит о Киеве, о ключевой битве за Киев. Добровольный, там Черниговская, Сумская область, это как бы понятно. Это часть битвы за Киев. Это попытка выйти на левобережье Киева. После того, как не удалось выйти через север и на правобережье. Это попытка была выйти на левый берег. Удары через Сумскую и Черниговскую область вспомогательные. Это часть битвы за Киев. Потому что, смотрите, если бы было по-другому, то, условно говоря, Сумская группировка могла бы развернуться в тыл Харькова, в тыл Полтавы, но она шла на Киев. Да, я хочу вот по поводу, пишите, не пишите, Руслан Бортник, отмечен как пользователь Ютуб. Пишите. Туда пишите. На самом деле, я шучу, я благодарен за каждый комментарий. Даже если вы там пишете Х и три буквы, я вам благодарен. Ютуб это тоже ценит. Так что пишите, пожалуйста, все комментарии. Пишите все комментарии. Очень благодарим за то, что вы подписываетесь, за то, что вы следите, за то, что вы дискутируете. То есть, видите, мы там где-то с Русланом не согласны. Друг с другом даже. Так вы там тоже не согласны друг с другом? Только вы держиваете интеллигентность этих дискуссий. Ну, это такой совет, да? Поэтому подписывайтесь, если не подписаны. Потому что на любые, условно говоря, если я вижу коммент хамского толка или утвердительного толка, я его даже не читаю. Я иногда могу просмотреть комменты, хотя для меня и для Александра более важны, наверное, это же даже просто возможность пообщаться. И мы видим, какое огромное количество лайков собирает наши эфиры. Понимаем, что это тысячи людей пролайкают, единицы только напишут какие-то комменты. Но если этот коммент написан с какой-то просто утвердительной или хамской вещью, я даже не обращаю на него внимания. Поэтому пишите, знайте, что его никто не прочитает. Я хотел бы два эпизода в пенале нашей сегодняшней встречи. Хотя, знаете, это мы, конечно, мы придем. Возможно, еще до Нового года, если получится, встретимся, подведем какие-то итоги геополитические. Поэтому сегодня геополитики так вот минимально и дозировано. Но я хотел бы все-таки о внутриукраинском состоянии общества, Руслан, поговорить. Буквально в конце ваше мнение. Два эпизода произошло. Я хочу, чтобы вы прокомментировали, чтобы понимать, что с нами происходит. Разлетелось в сеть видео, где там оскверняет вот эту на Майдане независимости в Хануку вот эту минору символическую. Там мужик, его там сразу есть реакция, соответственно, ищут этого мужчину. Но тут же, понимаете, в чем дело? Тут понятно, что дураков хватает всегда и везде. Но он это делает, записывая на видео открыто, с посылом, как ответ на вот эту теорию, которая гуляет конспирологическая по сети, которая находит отклик во многих сердцах, во многих, причем в разных уголках мира люди находятся, что война в Украине это вот такое славянское перемалывание друг друга для того, чтобы освободить землю, и приехали условно, не знаю, там, евреи или кто-то другой, приехал в Украину и заселили ее. То есть он это делает на вот этом, как, на вот этом базисе. Понимаете? А что это, ну, получается, что вот мы, та страна, которая там во Львове открыли, Макдональдс и осветили сотрудников, да, то есть это мы тоже нормально воспринимаем, мы, получается, подвержены вот таким абсолютно, ну, малорациональным, но вот очень интересным версиям. Слушайте, так мы вот начинали с вами с пресс-конференции Зеленского, ну, так и какие мы еще, а какие мы еще пресс-конференции с вами можем рассчитывать, раз мы такой народ? Не, пресс-конференция, она была хорошего уровня, в любом случае, я не буду к ней возвращаться, смотрите, эта версия, она системно и последовательно продвигается, вот эта теория заговора Новый Израиль и все остальное продвигается прежде всего Россией, прицел ее это наши националистические круги, это попытка вбить клин между нашими националистами и украинскими государствами. Конечно, еврейское меньшинство Украины, как другие меньшинства Украины, имеют право на выражение своей культурной самобытности, в том числе и такой способ. Почему эта хамука не охраняется в силу того, что вокруг нее постоянно идет информационный шум, водоворот такой, я не знаю, почему нельзя выставить на Майдане независимости пост полиции, который будет находиться рядом, будет охранять Майдан независимости, патрулировать, почему вот такое происходит? Почему мы должны охранять это? Мы должны охранять любой объект культуры, который может подвергнуться вандализму. Тут объект культурного выражения своей самобытности этого меньшинства присутствует и ему угрожали неоднократно, было много записей негативных в отношениях, мы должны были его охранять, потому что тут есть угроза потенциальная. Поверьте, эта теория, она неизбыточная, это просто еще одна не мифология даже, а конспирология, которую пытаются использовать в войне против Украины. Может быть, надо было бы действовать где-то аккуратнее, понимая то, что в условиях войны бедная и озлобленная часть любого общества ищет врагов. И этих врагов часто она видит в других, особенно если они богатые, успешные, особенно если они принадлежат другой культуре. Вот этот страх чужого превращается в агрессию в отношении чужого. Отсюда прористает ксенофобия и одна из ее форм антисемитизм. Потому что украинофобия, не знаю, там полякофобия, венгерофобия, это те же самые антисемитизм, это все формы ксенофобии. И может быть надо действовать было бы где-то аккуратнее, необходимо было обеспечить охрану. Возможно, понимая, что Россия крутит этот сериал вокруг этой Хануки внутри Украины, как-то надо было сыграть на упреждение. Потому что в любом случае получится плохой сигнал, понимаете? Сигнал такого вандализма в центре Киева, который не был пресечен, он плохо влияет на образ Украины. Я считаю, что в будущем, когда война завершится, нам необходимо будет приглашать в нашу страну всех представителей крупного трассно-атлантического бизнеса, все этносы, которые могут сюда привезти деньги и что-то здесь построить. Богатых ливанцев, курдов, евреев, не знаю, кто еще, британцев, азербайджанцев, армян, всех надо приглашать сюда, чтобы они отстраивали эту страну. и бороться с любыми проявлениями ксенофобии. Особенно, что касается национальных меньшинств, будь то она еврейская, будь то она венгерская, будь то она польская, или будь то она русская. Знаете, тут такой момент, чтобы подобного не было, надо взять не только Макдональдса светить во Львове, который открыли, а прийти эту Ханукию тоже осветить, чтобы грехопадения не было. Ну, понимаете, смотрите, давайте с этим осторожно, потому что это только чувства еврейского народа, это святой длинный символ, который они через века очень сложной еврейской истории пронесли, вот с этим надо осторожнее, и с священием тоже надо осторожнее. То есть, тот священием, который пошел светить Макдональдс, мне кажется, он перепутал чуть-чуть свою функцию, то есть, он не это, он не шедрувальник, чеколедувальник, он священник. Кстати, но с религией надо быть очень осторожным, потому что все религиозные факторы, они иррациональны, они провоцируют людей на иррациональную агрессию, иррациональную любовь, и лучше эти вещи вообще как бы не трогать, каждый этнос, каждая культура имеет право на свою презентацию, на свое развитие, и имеют обязанность не мешать развиваться и презентоваться другим. Да, и каждое, конечно, вероисповедание должно, надо его уважать, и уважать, потому что за ним стоят люди, для которых это символ. Руслан, я благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся. Продолжение следует...